Существует старое выражение «покупая квартиру, покупаешь соседей». И это не просто изречение, а мудрость, которая несет в себе глубокий смысл. Ведь иногда именно от отношений с соседями и зависит спокойная и гармоничная жизнь. Если несколько десятков лет назад отмечать праздник всем двором было нормой, то в последние годы общение с соседями все чаще сводится на нет. Но есть еще люди, которые бережно хранят традиции и поддерживают дружеские отношения с соседями. Во дворе многоквартирных домов по улице Московская, 28, 30 и 32 живут самые радушные и добрые соседи, которые собираются вместе не только в День Добрососедства, но и помогают друг другу в разных ситуациях, а также поддерживают в порядке придомовую территорию. Этот двор является флагманом по дружбе, по взаимопониманию, по поддержке, по уважению. Всегда здесь очень чисто, опрятно. Все люди здесь настолько сплочены. Как только они узнали, что будет такое мероприятие, тут же организовали. Если посмотреть на их стол, он украшен настоящими домашними пирогами, сольениями. Люди все приготовили, и для них сегодня выступает прекрасный ансамбль, все в прекрасном настроении. В этом дворе соседи знают друг друга десятки лет. Вместе встречают дни рождения, провожают в армию, поздравляют детей с началом учебного года и выпускными. Быть вместе и делать все поровну, радоваться победам, а в трудные минуты протянуть руку помощи. Это их обычная жизнь. У нас старые дома, все жильцы уже с возрастом и всегда очень дружные, всегда внимательные. Мы всегда часто собираемся, не только на такие праздники. Мы собираемся день рождения, мы собираемся просто так можем. Собраться вот, решили посидеть. Все собрались, вышли, чая, чаек попили, все остальное. Поэтому у нас очень дружный двор. Праздник День соседей еще молод, но уже обрастает своими традициями. Если посмотреть на аккуратные ухоженные двухэтажные домики, на придомовую территорию, то взгляд останавливается на портретах родных и близких жителей этих домов, которые прошли дорогами войны или погибли на фронтах. У соседей сложилась традиция отмечать праздник 9 мая вместе в общей колонии Бессмертного полка. В этом дворе 9 мая идет Бессмертный полк. Каждый житель этих домов выходит со своими знаковыми родственниками, потому что каждой семье есть кем и чем гордиться. Они привлекают молодежь, детей, дети идут в первых рядах со своими именно павшими воинами. Вот с этих именно зерен и начинается патриотическое воспитание. День добрососедства вновь возрождает традиции живого общения, умение находить компромиссы в общении с соседями и жить в дружном коллективе, что довольно сложно в современном мире. Людмила Улихина, Валентина Сираж, Владимир Чукунов, Азов.Инфо